На Беларусь 4 программа Де-Факто. Мы подводим итоги недели, вспоминаем самые громкие происшествия и чрезвычайная ситуация. Студия Александра Гамоля. Здравствуйте. Переменчивая погода стала проблемой для автомобилистов. Статистика ДТП неумолима. И снова пожар. Только на этот раз в квартире. В Гомеле дом на Советской за неделю горел уже трижды. Чем живет областной центр? В ожидании выходных. В рейде с патрульными милиционерами побывала наша съемочная группа. Как выбрать пиротехнику и не стать мишенью для фейерверков? В репортаже Алексея Немкевича. Что такое безопасный Новый год? Как не испортить себе праздник и обойтись без происшествий? Поговорим с экспертом. А также пожар на фабрике пиротехники, большой взрыв в жилом квартале и полет до тоннеля. Все самое интересное в рубрике «Я очевидец». Оставайтесь на «Беларусь-4». Начнем с обзора криминальных событий и происшествий за неделю. Вместо дорог один сплошной каток. Из анализа количества ДТП в прошлую пятницу побило все рекорды. Сотрудники ГАИ зафиксировали в Гомеле более 40 мелких ДТП. Мелкие аварии наблюдались во всех районах города, из-за чего интенсивность движения заметно снизилась. Некоторые автовладельцы опоздали на работу. Но пострадавших нет. Страховые компании подсчитывают суммы ущерба. В Хойниках сотрудники МЧС спасли из огня пенсионера. Пожар случился в одноэтажном кирпичном доме на улице Настольской. По прибитии на место происшествия наблюдалось открытое горение здания. Спасатели провели разведку и вывели из дома пенсионера мужчину 1955 года рождения. На свежем воздухе ему стало легче и госпитализация не понадобилась. Неосторожность при обращении с огнем, возможно, стала причиной небольшого пожара в Гомельской квартире на улице Богдановича. В комнате загорелись постельные принадлежности, но хозяйка и ее сын сумели самостоятельно покинуть помещение. Мужчину пришлось доставить в больницу для оказания медицинской помощи. А в лове жительница городского поселка сильно перекалила печь. В итоге деревянная межкомнатная перегородка стала дымить, и это привело к пожару. Женщина проснулась от звука извещателя, увидела, что горит стена, вызвала МЧС и вышла из дома. Со слов спасателей, перекал печей в зимний период – одна из тех причин, из-за которых часто происходят пожары. Думал, что удачно съездил на гастроли в соседний район, но счастье длилось недолго. Калинковические правоохранители задержали вора, похитившего без малого бочку солярки. В ночь с 21 на 22 декабря, неизвестно находясь на территории песчаного карьера вблизи деревни Прудок Силагорского района, слил с баков карьерной техники 176 литров дизельного топлива на сумму свыше 270 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. 22 декабря около 15 часов на автодороге Жлобин-Рогачев вблизи деревни Лучин водитель автомобиля Ниссан Премьера, двигавшийся со стороны Жлобина в направлении Рогачева, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ауди А6. В результате ДТП скончались три пассажирки Ниссан Премьера. Жительница города Рогачева в возрасте 49-50-57 лет. 27-летний водитель Ниссана и его 57-летний отец, ехавший на переднем пассажирском сидении, также жители Рогачева, госпитализированные сотрудники Следственного комитета, обращаются к гражданам, ставшими очевидцами ДТП, с просьбой сообщить информацию по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Снова горела гомельская многоэтажка на улице Советская, 97, опять попала в сводки МЧС. На прошлой неделе в доме горели бытовки, а на этой пожар произошел в квартире и едва не стоил жизни пенсионерке. Спасатели обнаружили ее в ванной комнате с обгоревшей одеждой, а на кухне лежало обугленное полотенце. Оно воспламенилось, когда женщина снимала кастрюлю с плиты. Пострадавшую вовремя госпитализировали. Большие выходные, большая сводка происшествий. По статистике, именно в такие дни, когда до начала рабочей недели еще далеко, выбор некоторых граждан падает на не совсем благовидные дела. Чтобы узнать, насколько это портит жизнь добропорядочным гражданам, мы совместно с одним из снарядов патрульно-постовой службы отправились в рейд по советскому району Гомеля. В спокойствии более 170 тысяч граждан, проживающих в районе, ежедневно обеспечивают три экипажа на патрульных машинах и нескольких пеших нарядов милиции. А в праздничные дни на помощь приходит ОМОН. Но вернемся к рейду. Не успели мы сесть в милицейский оазик, как по радиостанции поступило сообщение, что в подъезде одной из многоэтажек неизвестные распивают алкогольные напитки. Жильцам такие гости пришлись не по душе. Молодые люди сообразили на троих, спрятавшись от холода и ненасти в подъезде. Один из них уже явно нуждался в помощи медиков. Сначала задержанных доставили в опорный пункт милиции для выяснения личности, потом в медвытрезвитель и, как требует того инструкция, всех пробили по базе данных. Следующее сообщение поступило от женщины, проживающей в частном доме на улице Киевской. Гомельчанка сообщила, что к ней во двор пробрался неизвестный мужчина. Мужа дома не было, женщина испугалась. Незнакомца заметила соседка, живущая напротив. Мужик такой подошел сюда к окну и долго-долго смотрел. А потом, значит, вот где сирень, подошел, перелез через окно, через эту самую, через заборчик. И там стал наблюдать. И они тебе позвонили. Вот они там, те следы. И уже вдоль забора туда пошел, хлопцы поглядели. А вот видите, как он топтался, смотрел. Все за мной наблюдал, что я делаю на кухне. Мужик знакомый? Конечно, уже два раза нас чистили через забор. Нас уже два раза чистили. Вскоре, выдворяя от незваного гостя и спасать жену, приехал муж. Патрульные доложили обстановку дежурному. И для дальнейшего разбирательства на место был направлен участковый. А наш наряд поспешил на помощь патрульным, которые на улице Владимирова задержали двух веселых парней, явно находившихся на подпитии. Прихватив с собой бутылку спиртного, молодые люди возвращались с корпоратива. Перешли улицу в неположенном месте. В другой ситуации патрульные, возможно, не стали бы их задерживать. Но на дороге нетрезвые могли принести вред и себе, и другим участникам дорожного движения. Я видел, как мы с ней шли. Я и шел. Я и шел. Как мы кричали на улице. Я и шел. Я и шел. Красавчик, поехали. Все, поехали. Парней доставили в медвытрезвитель, который к 9 вечера уже почти под завязку был заполнен соответствующим контингентом. Медработник спецзаведения определил степень опьянения задержанных. Без малого 2 промилля алкоголя в выдыхаемом воздухе красноречиво говорили, что заночевать все же придется здесь. 1,92,1. Ого, 2 промилля. Снимите руки. Ребята, я не водитель. Пока наш экипаж организовывал ночлег нетрезвым нарушителям, в поселке Урицкое патрульные завержали местного жителя. Он также переходил улицу в неположенном месте и нес тяжелые сумки. На вопрос, что в них, пешеход ответил на свай. А потом добавил, что несет давно и груз нелегкий. К удивлению патрульных, это была не шутка. В райотделе правоохранители распаковали баулы. Парень не обманул, а трава потянула на 42 килограмма. На свай изъяли, а на владельца составили протокол. Позднее в УВД были подведены итоги рабочей субботы. На территории Гомеля и области было зарегистрировано 38 преступлений по линии уголовного розыска. 20 раскрыто по горячим следам. За мелкое хулиганство задержано 19 человек. За нарушение антиалкогольного законодательства 119 человек, из которых 15 помещено в специализированный изолятор. За мелкое хищение задержано 9 человек. Петарды, ракеты и фейерверки – непременные атрибуты Нового года. Однако праздничный салют может обернуться серьезными неприятностями. Контрафактная пиротехника взорвется в руках, а неверно установленный заряд прилетит в окно жилого дома. Как зажечь на Новый год и остаться в живых? Об этом репортаж Алексея Немкевича. С петардой шутки плохи. Этот молодой человек это понял, когда было слишком поздно. Таких примеров в интернете предостаточно. Кстати, именно подростки и дети чаще становятся жертвами подобных зимних развлечений. Инструкцию не читают, опасности недооценивают. Иногда петарды мастерят сами, и в лучшем случае это оборачивается безобидными травмами. Чтобы пиротехника принесла только положительные эмоции, эксперты советуют забыть о покупках с рук и из-под полы. Стоит также обратить внимание на срок годности, ведь, как правило, такой товар хранится не более трех лет. Гражданам необходимо приобретать пиротехнические изделия в специализированных точках продаж, реализовывающих сертифицированную продукцию. Спрашивать у продавца инструкцию, которая должна быть на русском или белорусском языках, и эксплуатировать данное изделие в строгом соответствии с инструкцией. В таких магазинах есть гарантия, что продукция сертифицирована. И тут могут не только документы показать, но и рассказать, как ее пользоваться. Например, фейерверки нельзя хранить в сырых помещениях или у батарей. Нагревшиеся изделия могут выстрелить самостоятельно. Также запрещено ронять и запускать салюты под линиями электропередач, а расстояние от домов и деревьев должно быть минимум 30 метров. Если же пиротехническая продукция не сработала, то есть фитиль догорел, салюта не было, не надо наклоняться сверху, смотреть, что произошло, как произошло. Нужно дать остыть продукции хотя бы 15 минут. После этого на каждой продукции имеется запасной фитиль, который вы подожжете, и все сработает. Продавцы отмечают, что фейерверки в основном берут люди постарше. Такое приобретение рассчитано на всю семью и стоит недешево. Для современных любителей пиротехники товар есть на любой вкус. От безобидных чесночков, которые можно использовать самым маленьким, и до бомб. Эти необходимо откинуть от себя минимум на 5 метров. Однако зайти и просто купить пиротехнику не получится. Продается она только тем, кто достиг 16 лет. Еще год назад все было не так строго. Сейчас нормы ужесточили. Также пиротехническую продукцию в специализированных магазинах можно продавать 1, 2, 3 и 4 класса. А, к примеру, в различных павильонах, киосках только продукцию 1 и 2 класса. На данный момент вся продукция прошла заново лабораторные испытания, получила сертификаты, и все салюты, даже малейшие, уже, как правило, стартуют от 3 класса. Стоит отметить, что радость от новогодних взрывов испытывает далеко не все. Несмотря на внушительные штрафы, любителей бросать петарды под ноги или запустить салют прямо под балконом меньше не становится. В соответствии со статьей 23.48 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, нарушение правил хранения и использования пиротехнических изделий влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 10 базовых величин. Повторно совершенное деяние за такое нарушение влечет наложение штрафа в размере уже от 10 до 20 базовых величин с конфискацией пиротехнических изделий. Насколько безопасно пройдет встреча 2019 года, мы узнаем совсем скоро. Пример прошлого новогоднего праздника не самый утешительный в стране. К медикам с травмами, полученными в результате использования пиротехнических изделий, тогда обратились более 60 человек. Около двух десятков пришлось госпитализировать. Алексей Немкевич, Александр Харлампов. Специально для программы «Дефакто». Продолжая тему безопасного нового года, прямо сейчас в этой студии с начальником отдела надзора и профилактики Гомельского областного управления МЧС Дмитрием Галкиным мы поговорим о том, как не испортить себе праздник и избежать нежелательных чрезвычайных ситуаций. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. О главных правилах безопасности не должны забывать наши телезрители при использовании пиротехнических изделий. Расскажите об этом. Ну, во-первых, само по себе пиротехническое изделие уже из названия. Мы можем уяснить, что пиро – это эффект огня, эффект взрыва. Поэтому не бывает, как я уже говорил, безопасных пиротехнических изделий. То ли это хлопушка элементарная, или бенгальский огонь, либо другое изделие, которое сопровождается звуковым и другим эффектом. Все дело в правилах эксплуатации этих изделий. Все верно. Для того, чтобы безопасно выбрать и применить изделие, мы первые должны приобрести данное пиротехническое изделие в специализированном магазине или секции. Соответственно, должно быть указано и в наличии быть инструкция на русском или белорусском языках. Соответственно, товар должен быть сертифицирован. Что очень важно. Что очень важно. Совершенно верно. Ну и мы должны следовать тем указаниям, которые изложены в инструкции. Соответственно, далее мы, прежде чем использовать, мы должны уйти на безопасное расстояние. Там, где меньше всего находятся люди. Будь ли это пустырь или другое какое-то место с окон квартир на балконе не должны применять. То есть только на улице. Соответственно, если это компания, мы должны выбрать старшего, который будет отвечать за это. Естественно, если пиротехническое изделие не сработано, ни в коем случае нельзя подходить, смотреть, почему же оно не сработало. Искать причину. То есть должно пройти минута-две как минимум, чтобы можно было подойти. Все правильно. Разбирать его. Многие думают, что вот я сейчас по-новому это запущу и все пойдет как надо быть. Поэтому здесь очень важно соблюдать все эти требования. Подготовка к Новому году – это нагрузка не только на хозяек, но и также на электроприборы. И нередко возгорание происходит холодильников, стиральных машин, ну и других электроприборов. Как правильно с ними обращаться, чтобы Новый год прошел без неприятных сюрпризов? Ну и как в первом вопросе, мы, естественно, должны, опять же, ознакомиться с инструкцией по эксплуатации данного прибора. Посмотреть, как он правильно должен эксплуатироваться, изучить эту инструкцию. А все правильно вы говорите, в новогодние праздники такие пожары увеличиваются, потому что увеличивается нагрузка на сеть. Сегодня, если посмотреть на нашу кухню, то сегодня мы там увидим и микроволную печь, и холодильник, и духовой шкаф электрический, и посудомоечную машину, и другие приборы, электрические чайники, которые достаточно потребляют много энергии. Но никто не понимает и не осознает, что это все-таки нагрузка на сеть. А сеть зачастую может и не выдержать, потому что проводка ветхая, идет нагрузка на эту сеть, и происходит что? Короткое замыкание. А еще ведь люди часто используют что, удлинитель для того, чтобы подключить как можно больше приборов, и не все хозяйки, например, понимают, что там нужно соблюдать силу тока, ампер и так далее, чтобы удлинитель был мощный. Я прав? Совершенно верно. Зачастую люди используют удлинители сомнительного качества, опять же, в одну и ту же сеть, и начинают дополнительно нагружать другими приборами. И, соответственно, нагрузка не выдерживает этого электрического удлинителя, и происходит короткое замыкание с последующим возгоранием, в том числе и того прибора, либо это микроволновка, либо это стиральная машина. Вот только что на видеостене мы видели сгоревшую стиральную машину, которая как раз-таки загорелась из-за того, что был несоответствующий удлинитель. Да, был такой пожар, это был пожар в октябре в городе Гомеле, мать двоих детей оставила включенную машину, ушла по делам, и, соответственно, возвращаясь домой, она увидела, что повреждена машина, что произошло ее возгорание, вызвало спасателей, пожар удалось ликвидировать, но, к сожалению, изделие уже непригодно к использованию. Причиной всему явился удлинитель, опять же, повторюсь, сомнительного качества, который длительное время был оставлен без присмотра. Дмитрий Алексеевич, в новогодние дни нас повсюду окружает праздничная иллюминация. Она на улице, она в домах и квартирах. Как правильно использовать новогодние огоньки и другие елочные украшения, но, опять же, чтобы праздник прошел здорово и был безопасным? Если речь идет о новогодних гирляндах, то есть изделие, которое можно использовать внутри помещения и использовать снаружи помещения. Опять же, я повторюсь, что стоит сегодня обратиться к инструкции по эксплуатации. Зачастую изделия сегодня продаются, опять же, сомнительного качества, которые не имеют инструкцию, и покупатель, приобретая такую гирлянду, не может прочесть все-таки, сколько она должна эксплуатироваться по времени. Можно ли ее оставлять без присмотра, на какое время можно ее оставлять и так далее. Вот как раз мы сейчас видим, что чем может закончиться использование таких вот небезопасных новогодних огоньков, если, допустим, эта елка достаточно уже сухая, то есть стоит, как минимум, две недели в квартире, да? На что нужно обращать внимание? Опять же, на инструкцию и на сертификацию. Да, на инструкцию и, совершенно верно, на изделие должно быть сертифицировано. Угу. Пожар, как видим, происходит буквально за считанные секунды, да, минуты, и вся комната в дыму. Чем опасен этот дым, кстати? Ну, опасен, если говорить о том, что ель выполнена из синтетических материалов, то это образуется дым, дымообразующая способность этого изделия, который, ну, по своим показателям достаточно два-три раза вдохнуть, чтобы человек получил отравление и, соответственно, последствия неприятные. Но, как правило, вся такая продукция, она же, ну, в основном китайского производства, но есть в ней разница, да? Если она хорошего качества, то есть сертифицирована и где-то куплена из-под полы на прилавках. Да, мы должны в первую очередь, как мы уже говорили, посмотреть сертификат, соответственно, данную продукцию, опять же, изучить, где она применяется, да, ее характеристики, ее показатели и так далее. То есть там будет даже сказано, какой период времени можно эксплуатировать на елках и новогодние гирлянды. Да, 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 совершенно верно. Оставление, в том числе, на какой период времени, на ее работоспособность, эта гирлянда. В Новый год люди, конечно же, отдыхают, и это тоже вызывает череду пожаров, особенно на селе. Иногда из-за нетрезвого состояния люди неосторожно обращаются с огнем, курят в постели, ну, и допускают другие оплошности. Как в этом году будут работать МЧС и вообще, какова у нас статистика пожаров в эти дни? Традиционно МЧС находится в таком режиме экстренного, то есть усиленный вариант несения службы. Мы знаем, и статистика эта показывает о том, что ежегодно возрастают пожары. Если, опять же, перейти к статистике, то пожары, где-то рост пожаров происходит на 13%, а погибших даже в два раза. Вот в эти новогодние и рождественские праздники. Соответственно, мы усиливаем в это время и пожарно-профилактическую работу, и разъяснительную работу с теми гражданами, как вы уже сказали, которые нерадивые, которые злоупотребляют алкоголем. Мы обращаем на них внимание не только мы, но и другие заинтересованные службы, что именно в это время для них, скажем так, благоприятная пора. И подогретые алкоголем они зачастую не соблюдают меры безопасности. Самое главное, не только меры безопасности соблюдать, но еще знать все-таки меру в момент праздников. Во всем должна быть мера. Конечно. Все верно. Дмитрий Алексеевич, я благодарю вас за конструктивный разговор. Всего вам самого доброго в новом году. Спасибо. Ну а телезрителям напомню, что вместе с начальником отдела надзора и профилактики Гомельского областного управления МЧС Дмитрием Галкиным мы обсуждали, как безопасно встретить Новый год. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Подборка происшествий и интересного видео, снятого людьми со всего мира. В Санкт-Петербурге горел склад пиротехники. Инцидент произошел в пятницу, 21 декабря. Очевидцы наблюдали хаотичные взрывы салюта и черный дым. В МЧС сообщили, что расстояние от места пожара до ближайших жилых зданий более километра. 17 расчетов работали на месте происшествия. Число погибших в результате цунами, обрушившегося на побережье Зонского пролива в Индонезии, возросло до 222 человек. Еще по меньшей мере 843 жителя этой страны пострадали и 28 числятся пропавшими без вести. Цунами обрушилось на пляжи у берегов Зонского пролива вечером в субботу, 22 декабря. Сильнее всего пострадали регионы между островами Ява и Суматра. По предварительной версии, цунами могло быть вызвано подводным оползнем, который, в свою очередь, спровоцировал извержение вулкана Крокотау. В городе Санкт-Прерри, США, в результате мощнейшего взрыва газа с лица земли был стерт целый квартал. Как сообщили власти города, ответственность лежит на коммунальных службах. Кто-то из рабочих зацепил газовую трубу во время ремонта коммуникаций. Взрывом были разрушены пять предприятий – жилой дом и местный бар, владелец которого погиб на месте происшествия. Полет длиной до тоннеля. Водитель этого авто бьет рекорды по просмотрам на Ютубе. Автолюбитель наехал на бетонное ограждение и взлетел, как на трамплине. Наверняка приземлился бы на колеса, но помешал тоннель. Машина врезалась в него и упала на трассу. К счастью, удачно для водителя. Он не пострадал. Зато трюк получился профессиональным, как у настоящих каскадеров. Трюкачом можно назвать и вот этого водителя. Он умудрился наехать на впереди идущий автомобиль и удержать машину, когда та встала на правые колеса. В таком положении мужчина проехал несколько сот метров, но смог справиться с управлением, хотя и нахватался адреналином. Подтолкнул, так подтолкнул. На этих кадрах автомобилист помог зайти в магазин пешеходу. Да так, что тот в помещение не вошел, а влетел в буквальном смысле слова. Мужчина попытался убежать от наезда, но не смог. Очнулся уже на полу павильона. Понадобилась госпитализация. Одно ДТП может запросто породить другое. Кадры из Англии тому подтверждение. Не паркуйте машины на обочине шоссе. Кто знает, чем это может обернуться. Для водителя этой легковушки – потери машины. Весь год мы работали, чтобы наши телезрители были в курсе горячих новостей, главных происшествий Гомельской области и волнительных, а порой шокирующих съемок очевидцев. Делали акцент на безопасности, предупреждении и профилактике. Вместе с представителями экстренных служб, правоохранительных ведомств и комитетов находились в центре событий и освещали происходящее, чтобы вместе не повторять чужих ошибок. В преддверии Нового года руководителям этих служб есть что сказать и пожелать жителям Гомельской области. Уважаемые телезрители, дорогие жители и гости Гомельской области. В эти праздничные дни примите самое теплое поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым. Орган внутренних дел Гомельской области предстоит обеспечить правопорядок в период проведения массовых и спортивных мероприятий. Наши сотрудники готовы обеспечить безопасность граждан во время встречи Нового года на улицах и площадях города. В преддверии Нового года от всей души желаю всему личному суставу, их семьям, ветеранам внутренних дел, внутренних войск, жителям и гостям Гомельщины доброго здоровья, благополучия, достатка, мирного неба. В новом году я пожелал бы гомельчанам чтить закон. Если вы будете жить по закону, у вас все получится и все ваши чаяния, надежды сбудутся. Свобода она, тогда свобода, если она действует в рамках закона, еще сказал Вольтер. Поэтому давайте помнить эти слова. Я хочу сказать, что грядущий год, это год 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому давайте максимум внимания окажем тем ветеранам, которые здравствуют сегодня и которые находятся в наших рядах. Пожелаю всем удачи в вашей профессиональной деятельности, благополучия в семьях, здоровья, мирного неба над головой и всего самого хорошего. Уважаемые земляки, жители Гомельской области, уважаемые сотрудники и ветераны Гомельской таможни. Искренне от всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Гомельская таможня в 2018 году добилась серьезных успехов в своей деятельности. И сейчас, в эти праздничные дни, сотрудники нашей таможни находятся на своих рабочих местах, выполняя свои нелегкие обязанности по обеспечению экономической безопасности нашей страны. Поздравляю вас от имени коллектива таможни с наступающими праздниками. Желаю всем здоровья, счастья, уверенности в своих силах, оптимизма, мира и добра вашим семьям. Дорогие гомельщане и жители нашего региона, от всех спасателей МЧС разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия в вашем доме, чтобы 2019 год был для вас безопасным. С Новым годом! Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. На сегодня все. До свидания.